Ну вот и пятница. Сказки от деда Пантелеймона. Сегодня буду читать сказку Емеля Дурак. Дурак. Сказка длинная, поэтому разделю их на две части. Часть первая. Емеля Дурак. В некоторой было деревне. Жил мужик, и у него было три сына. Два было умных, а третий Дурак, которого звали Емельяном. И как жил их отец долгое время, то и пришел в глубокую старость. Призвал к себе сыновей и говорит им. Любезные дети, я чувствую, что вам со мной недолго жить. Оставляю вам дом и скотину, которые вы разделите на части ровно. Также оставляю вам денег на каждого посту рублев. После того вскоре отец их умер. И дети, похороня его честно, жили благополучно. Потом вздумали Емельяновы братья ехать в город торговать на те триста рублев, которые им отказаны были их отцом. И говорили они Дураку Емельянову. Послушай, Дурак, мы поедем в город, возьмем с собой и твои сто рублев. А когда выторгуем, то барыш пополам. И купим тебе красный кафтан, красную шапку и красные сапоги. А ты останься дома, ежели что, тебя заставят сделать наши жены, а твои невестки, ибо они были женаты, то ты сделай. Дурак, желая получить обещанный красный кафтан, красную шапку, красные сапоги, отвечал братьям, что он будет делать все, что его заставит. После того братья его поехали в город, а Дурак остался дома и жил со своими невестками. Потом, спустя несколько времени, в один день, когда было зимнее время и был жестокий мороз, тогда говорили ему невестки, чтоб он сходил за водою. Ну, дурак, лежа на печи, сказал, да а вы-то что? Невестки закричали на него, как дурак, мы-то что? Ведь ты видишь, какой мороз, что и мужчине впору идти. Но он говорил, я ленюсь. Ох, невестки опять на него закричали, как ты ленишься, ведь ты захочешь же есть, а когда не будет воды, то сварить ничего нельзя. Притом сказали, да брошь, мы скажем своим мужьям, когда они приедут, что хотя и купят они красный кафтан и все, но чтоб тебе ничего не давали. Что, слыша, дурак и желая получить красный кафтан и шапку, принужден был идти. Слез с печи и начал обуваться и одеваться. И как совсем оделся, взял с собой ведра, топор, пошел на реку. Ибо их деревня была подле самой реки. И как пришел на реку, то и начал прорубать прорубь. И прорубил чрезвычайно большую. Потом почерпнул ведра воды, поставил их на льду, а сам стоял подле проруби и смотрел в воду. В то самое время увидел дурак, что плавала в той проруби прибольшая щука. А Емеля сколько ни был глуп, однако ж пожелал ту щуку поймать. И для того стал он понемножку подходить. Подошел к ней близко, ухватил вдруг ее рукой, вытащил из воды, положил за пазуху, хотел идти домой. Но щука говорит ему, что ты, дурак, на что ты меня поймал? Как на что, говорит он, я тебя отнесу домой и велю невесткам сварить. Нет, дурак, не неси ты меня домой, отпусти ты меня опять в воду, я тебя за то сделаю человеком богатым. Но дурак ей не верил и хотел идти домой. Щука, видя, что дурак ее не отпускает, говорила, «Слушай, дурак, пустишь ты меня в воду, я тебе сделаю то, чего ты не пожелаешь, то все по твоему желанию исполнится». Дурак, слыша сие, весьма обрадовался, ибо он был чрезвычайно ленив и думал сам себе, «Когда щука сделает так, что чего я не пожелаю, все будет готово, то я уже работать ничего не буду». Говорил он щуке, «Я тебя отпущу, только ты сделай то, что обещаешь». На что отвечала щука, «Ты прежде пусти меня в воду, а я обещание свое исполню». Но дурак говорил ей, «Чтоб она прежде свое обещание исполнила, а потом он ее отпустит». Щука, видя, что он не хочет ее пускать в воду, говорила, «Ежели ты желаешь, чтоб я тебе сказала, как сделать, чего не пожелаешь, то надо б на, чтобы ты теперь же сказал, чего хочешь». Дурак говорит ей, «Я хочу, чтоб мои ведра с водою сами пошли на гору, ибо деревня та была на горе, и чтоб вода не расплескалась». Щука тотчас ему говорит, «Ничего не расплещется, только помни слова, которые я стану сказывать». вот в чем те слова состоят, «По щучьему веленью, а по моему прошенью, ступайте в ведра сами на гору». Дурак после ее говорит, «По щучьему веленью, а по моему прошенью, ступайте в ведра сами на гору». «И тотчас ведра с коромыслом пошли сами на гору». Емеля, видя сие, весьма удивился. Потом говорит щуке, «Все ли так будет?» На что щука отвечала, что «Все то будет, чего только пожелаешь. Не забудь только те слова, которые я тебе сказывала». После того пустил он щуку в воду, а сам пошел за ведрами. Соседи его, видя то, удивлялись и говорили меж собою, «Что это дурак делает? Ведра с водой идут сами, а он идет за ними». Но Емеля, не говоря ничего с ними, пришел домой. Ведра взошли в избу, встали на лавку, а дурак влез на печь. Потом, спустя несколько времени, говорили ему опять невестки, «Емеля, что ты лежишь? Ты бы пошел дров нарубил». Но дурак говорил, «Да вы что? Как мы что?» вскричали на него невестки. «Ведь теперь зима, и ежели ты не пойдешь рубить дрова, так тебе ж будет холодно». «Я ленюсь», говорил дурак. «Как ледишься?» говорили ему невестки. «Ведь ты же озябнешь». Притом они говорили, «Ежели ты не пойдешь рубить дров, так мы скажем своим мужьям, чтоб они тебе не давали ни красного кафтана, ни красной шапки, ни красных сапог». Дурак, желая получить красный кафтан, шапку и сапоги, принужден был нарубить дров. Но, как он был чрезвычайно ленив и не хотелось ему слезть с печи, то говорил потихоньку на печи лежа сии слова. «По щучь ему веленью, а по моему прошенью, ну-ка, топор, поди наруби дров, а вы, дрова, сами в избу идите и в печь кладитесь». Топор откуда ни взялся, выскочил на двор, начал рубить, а дрова сами в избу шли и в печь клались, что, видя его невестки, весьма удивились Емельяновой хитрости. И так каждый день, когда только дураку велят нарубить дров, то топор и нарубит. И жил он с невестками несколько времени. Потом невестки говорили ему, «Емеля, топереча нету дров у нас, съезди в лес и наруби». Дурак им говорил, «Да вы что? Как мы что?» отвечали невестки, «Ведь лес далече, теперь зима, так холодно ехать нам в лес за дровами». Но дурак им говорил, «Я ленюсь». «Как ленишься?» говорили ему невестки, «Ведь тебе же будет холодно, а ежели ты не пойдешь, то когда приедут твои братья, а наши мужья, то мы не велим им ничего тебе давать, ни кафтана красного, ни шапки красной, ни сапог красных». Дурак, желая получить красный кафтан, красную шапку и красные сапоги, принужден был ехать в лес за дровами. И, встав, слез с печи, начал скорее обуваться и одеваться. И как совсем оделся, то вышел на двор, вытащил из-под навеса сани, взял с собой веревку и топор, сел в сани и говорил своим невесткам «Отворить ворота». Невестки, видя, что он едет в санях да без лошади, ибо дурак лошади не запрягал, говорили ему «Что ты, Емеля, сел в сани, а лошадь не запряг?» Но он говорил, что лошади ему не надо, а только что подтворили ему ворота. Невестки оттворили ворота, а дурак, сидя в санях, говорил «По щучьему веленью, а по моему прошению, нутка, сани, ступайте в лес!» После сих слов сани сани тотчас поехали со двора, что, видя, живущие в той деревне мужики удивлялись, что Емеля ехал в санях и без лошади, и так шибко! Хотя бы пара лошадей была запряжена, то нельзя бы шибче ехать. И как надобно было дураку ехать в лес через город, то и поехал он по оному городу. Но как не знал, что надобно кричать для того, чтобы не передавить народу, то он ехал и не кричал, чтоб посторонились, и передавил множество народу. И хотя за ним гнались, однако догнать не могли. Емеля уехал из города, а, приехав к лесу, остановился и вылез из своих саней и говорит, по щучьему веленью, а по моему прошенью, нутка, топор, рубика, дрова, а вы, поленья, сами кладитесь в сани и вяжитесь. Лишь только сказал дурак сии слова, топор начал рубить дрова, а поленья сами клались в сани и веревкой вязались. После того, как нарубил он дров, велел еще топору вырубить одну дубинку. Как топор вырубил, то он сел на воз и говорит, ну-ка, по щучьему веленью, а по моему прошенью, поезжайте сани домой сами. Тотчас и поехали они весьма шибко, и как подъехал он к тому городу, в котором он уже передавил много народу, там уже дожидались его, чтоб поймать. И как въехал в город, то его поймали и стали тащить с возу долой, при том начали его бить. Дурак, видя, что его тащат и бьют, потихоньку сказал сии слова, по щучьему веленью, а по моему прошенью, ну-ка, дубинка, отломай-ка им руки и ноги. В тот час выскочила дубинка и начала всех бить. И как народ бросился бежать, дурак поехал из города домой, а дубинка, когда всех перебила, то покатилась вслед за ним же. И как приехал Емеля домой, то и влез на печь. После того, как он уехал из города, стали поговаривать об нем везде. Не столько о том, что он передавил множество народу, сколько удивлялись тому, что он ехал в санях без лошади. Мало-помалу речи сии дошли до самого короля. Как король услышал, то чрезвычайно захотел его видеть. И для того послал одного офицера и дал ему несколько солдат, чтоб его сыскать. Посланный от короля офицер поехал немедленно из города и напал на ту дорогу, по которой ездил дурак в лес. и как приехал офицер в ту деревню, где жил Емеля, то призвал к себе старосту и сказал ему, я прислан от короля за вашим дураком, чтоб взять его и привезти к королю. Староста тотчас показал тот двор, где жил Емеля, и офицер взошел в избу и спрашивает, где дурак? А он, лежа на печи, отвечает, на что тебе? Как на что? Одевайся скорее, я повезу тебя к королю. Но Емеля говорил, а что мне там делать? Офицер на него рассердился за неучтивые слова и ударил его по щеке. Дурак, видя, что его бьют, сказал потихоньку, по щучьему веленью, а по моему прошению «Ну-ка, дубинка, отломай-ка им руки и ноги!» Дубинка тотчас выскочила и начала их бить, перебила всех, как офицера, так и солдат. Офицер принужден был ехать назад, и как приехал в город, то и доложили королю, что дурак всех перебил. Король весьма удивился и не верил тому, чтоб мог он всех перебить. Однако выбрал король умного человека, которого послал с тем, чтобы как только возможно привез дурака, хоть обманом. Ну вот, первая часть закончилась. Ждите следующей пятницы. будет вторая часть.